Сегодня, словно сами небеса, вместе с родителями, близкими и коллегами оплакивают большую утрату. В актовом зале управления МВД России по Забайкальскому краю простились со старшим лейтенантом полиции Николаем Безяевым, которого жестоко убили при исполнении. Близкие по службе друзья вспоминают, что он с самого детства мечтал стать полицейским. Из-за обстоятельств поначалу оказался в таможенной службе, но, несмотря на высокую зарплату и стремительный карьерный рост, решил все же исполнить свое предназначение. В 21-м году к нам пришел. Я его встретился как коллеги. Я был тоже участковым. Ну, как я его запомнил. Высокий парень, молодой, перспективный. В последующем стал ему начальником. И отношения у нас не менялись. Также обращались друг к другу с доверием. Никто не мог подумать, что служебный выезд 2 июня на разрешение банальной семейной ссоры в селе Смоленко для Николая станет роковым. О страшном и жестоком убийстве обвиняемый по делу рассказывает совершенно спокойно. Я схватил сразу же топор. Ну, то есть я его ударил с первой рукой. И вот так пытался закрыться. Я раз ударил его. Вот он уже находился в этом месте. Вот так стоял. Прижатый. После тела убитого полицейского положили в багажник его служебного автомобиля и увезли в Хилок, чтобы сокрыть следы преступления. Страшное совпадение. Но именно там родился и провел свое детство Николай. К сожалению, мужчина не успел обзавестись ни женой, ни детьми. У него осталась только пожилая мама и старший брат. Вера Садулин, Данил Ботвинский, Антон Носов, РТК Забайкали.